здравствуйте уважаемые ученики сегодня продолжаем разбор задач которые могут встречаться на олимпиадах разного уровня муниципальных региональных и всероссийских рассмотрим следующую задачу давайте почитаем начале ее условия логистическая компания перевозит грузы упакованные в коробке одинакового размера при транспортировке коробки помещаются в контейнеры в распоряжении компании имеется n контейнеров при этом n находится в диапазоне от 1 до 10 в пятой степени включительно то есть от 1 до 100 тысяч каждый контейнер заполнен некоторым возможно нулевым количеством коробок компания получила партию грузов упакованных в м коробок при этом м у нас находится в диапазоне от 0 до 10 в четвертой степени то есть от 0 до 10 тысяч требуется распределить новую партию грузов по контейнерам так чтобы количество коробок в самом заполненном контейнере было наименьшим из возможных под самым заполненным понимается контейнер с таким количеством коробок больше которого нет ни в каком другом контейнере предполагается что в каждом контейнере имеется достаточно свободного места чтобы вместить все коробки из новой партии напишите эффективную по времени и по памяти или по одному из этих критериев программу определяющую наименьшее возможное количество коробок в наиболее заполненном контейнере ну во первых прежде чем переходить к входным данным давайте всегда нужно во всех задачах обращать внимание на то что дано здесь есть некоторые ключевые моменты во первых у нас нам сказано что у нас имеется н н контейнеров то есть количество контейнеров это n которая лежит вот таком диапазоне они диапазон указывают составители задачи для того чтобы мы могли составить программу эффективную как по занимаемой памяти то есть программа которая мы будем с вами писать она занимает определенное место в динамической памяти во время своего выполнения и отсюда вот эти указания то есть н у нас это контейнер каждый контейнер заполнен некоторым и возможно нулевым количеством коробок то есть из этого условия мы с вами понимаем что уже есть определенное количество контейнеров в которых уже находится какое-то количество коробок в том числе в каких-то контейнеров может не быть вообще никаких коробок потом дальше нам сказано что компания получила партию грузов упакованных в м коробок то есть второе число это м которая лежит диапазоне от 0 до 10000 требуется распределить новую партию грузов то есть та которая пришла новая партия по контейнерам так чтобы количество коробок в самом заполненном контейнере чтобы количество коробок в самом заполненном контейнере было наименьшим было наименьшим из возможных вот это важное условие то есть условно говоря мы можем в один какой-то контейнер из новой партии коробок поместить чуть ли не все коробки и это не будет являться правильным решением потому что они нам говорят нужно распределять новую партию грузов по контейнерам так чтобы количество коробок в самом заполненном контейнере было наименьшим из возможных сейчас мы нарисуем схемы посмотрим на самом деле потому что может быть несколько различных способов чтобы решить эту задачу и разместить контейнеры вернее разместить коробки по контейнерам дальше идет пояснение под самым заполненным понимается контейнер с таким количеством коробок больше которого нет ни в каком другом то есть самый заполненный контейнер это тот в котором максимальное количество коробок то есть теоретически может быть и еще контейнер с таким же количеством коробок, но не больше. Предполагается, что в каждом контейнере имеется достаточно свободного места, чтобы вместить все коробки из новой партии. Ну и далее напишите эффективную по времени и по памяти программу или по одному из этих критерий. То есть по времени и по памяти это тоже очень важно. Смотрим дальше. Входные данные. Итак, в первой строке записано числа n и m. n, напоминаем, да, из условия, это количество контейнеров, а m это количество коробок. В следующих n строках приведено по одному целому числу. То есть у нас n это количество контейнеров, m это количество коробок. Это то, что мы получаем на вход. Два числа. Это вот эти два числа. А в следующих n строках, то есть вот в этих вот, приведено по одному целому числу. Что это число обозначает? Количество коробок в каждом из n контейнеров, обратите внимание, до распределения новых грузов. То есть у нас есть число 5. Это 5 контейнеров. И дальше до числа 1. То есть в первом контейнере лежит одна коробка. Контейнер номер 2. В нем тоже лежит две коробки. Контейнер номер 3. В нем лежит три коробки. Контейнер номер 4. В нем лежит четыре коробки. И контейнер номер 5. В нем лежит пять коробок. 20 коробок нужно распределить по этим 5 контейнерам. Выходные данные. Что от нас требуется? Вывести всего лишь одно число. Что это за число? Это минимально возможное количество коробок в наиболее заполненном контейнере. И для вот этих данных у нас пример, что должна возвращать программа. Она должна возвращать число 7. То есть у нас стоит задача распределить в данном случае 20 коробок среди 5 контейнеров и распределить таким образом, чтобы контейнер который был заполнен, ну скажем так, по максимуму, не так, что мы взяли 20 коробок и поместили в первый контейнер. Или мы взяли 20 коробок поместили в пятый контейнер. Нет. Нужно распределить 20 коробок таким образом, чтобы вот в каком-то из этих пяти контейнеров было наименьшее число, наименьшее возможное число коробок. То есть распределить можно на самом деле по-разному. Это мы опять же возвращаемся к числу размещений. То есть у нас есть 20 коробок, нужно разместить в пяти контейнерах. Это можно сделать, строго говоря, разными способами. И есть для этого формула, но здесь задачка немножко усложняется. Размещать можно по-разному. Можно, например, взять отсюда пять коробок, поместить их все в первый контейнер. Оставшиеся 15 разбросать между этими четырьмя контейнерами в разном порядке. Но, еще раз, вывести минимально возможное количество коробок в наиболее заполненном контейнере. Минимально возможное количество коробок. То есть не так, что мы еще раз 20 взяли и поместили все в первый контейнер, во второй, или там взяли 20, поместили 5, например, в первый, и остальные 15 разбросали на 4. Или, например, 6 коробок взяли, разместили в двух контейнерах. У нас осталось 14, и мы 14 еще в трех как-то размещаем. Давайте проиллюстрируем, чтобы было понятно, что все-таки от нас хотят составители данной задачи. Давайте проиллюстрируем, нарисуем, собственно говоря, вот эти наши контейнеры. Пусть это у нас будет первый контейнер, это у нас будет контейнер 2, это у нас будет контейнер 3, и это у нас будет контейнер 4, и это у нас будет контейнер 5. То есть вот это вот всего контейнеров у нас 5, потому что нам n это число контейнеров, всего их 5, и в них уже находится определенное количество коробок. А 20 коробок, это у нас число m, нам нужно разместить, да, разместить каким-то образом вот в этих вот 5 контейнерах. Этот контейнер у нас имеет, ну вот так вот, да, напишем номер 1, этот у нас контейнер идет под номером 2, условно. Этот у нас номер 3, этот у нас контейнер номер 4, и этот контейнер у нас идет под номером 5. И в них, вот я покажу циферку, какое количество коробок размещено. Здесь уже хранится одна коробка, здесь у нас хранится две коробки, здесь, соответственно, хранится три коробки, здесь четыре коробки и здесь хранится пять. Давайте с вами подумаем, каким образом мы можем попытаться разместить 20 коробок среди этих пяти контейнеров, чтобы в контейнере, который, скажем, заполнен, ну, мы его должны заполнить не по максимуму, а должны заполнить наименьшее число должно быть в нем, да, которое только, ну, может быть, да, то есть не так, что мы все 20 еще раз поместили, например, сюда. Каким образом мы можем поступать? Ну, совершенно различно, да, как я уже говорил. Мы, допустим, можем сюда взять и переместить, например, четыре коробки. Или, например, пять. Или шесть. Или, может быть, десять. Допустим, если мы сюда поместили десять коробок, тут станет одиннадцать. Один плюс десять будет одиннадцать. И нужно среди оставшихся четырех разместить оставшиеся десять. Ну, это можно, например, сделать здесь три, здесь три, здесь три и здесь одна. И таким образом у нас получится, все 20 мы распределим. Но тогда будет ли это правильным решением задачи или нет? Вот здесь определенный вопрос возникает. То есть, еще раз, исходим из условия. Требуется распределить новую партию грузов. Это у нас 20 коробок из входных данных. Так, чтобы количество коробок в самом заполненном контейнере было наименьшим из возможных. И дальше. Под самым заполненным понимается контейнер с таким количеством коробок, больше которого нет ни в каком другом контейнере. Ну, и понятно, что в каждом контейнере достаточно свободного места, чтобы вместить все коробки из новой партии. То есть, по сути дела, мы можем, еще раз говорю, эти 20 в какой-то вообще один контейнер помещать. Ну, эта задача имеет несколько возможных решений. И давайте посмотрим идея номер один. Это не самое эффективное решение по количеству используемой памяти и по вычислительной сложности, но мы рассмотрим и ее тоже. Допустим, какой смысл этой идеи? Сохраним количество коробок в каждом контейнере в массив. Ну, потому что нам же как-то нужно работать с этими данными. Допустим, создадим массив из количества контейнеров. Ну, для этих данных у нас 5, например. И запишем все эти контейнеры, количество коробок в каждом контейнере, запишем в массив. Далее что? Будем распределять каждую из новых коробок, то есть из вот этого числа 20, в тот контейнер из вот этих 5, в котором в данный момент находится наименьшее их количество. Тогда ответом задачи будет количество коробок в самом заполненном контейнере после того, как все новые коробки будут распределены. И мы будем распределять часть в первый контейнер, часть во второй, часть в третьей, часть в четвертой, часть в пятой. Когда мы все эти 20 распределим, который будет заполнен максимально, это и будет правильный ответ. Но, естественно, распределять мы будем так, чтобы не так, чтобы все 20 поместили в одну, а будем стараться распределять их пропорционально. То есть, допустим, если здесь одна, мы добавим сюда, например, 4 коробки. Сюда мы можем добавить еще как минимум 3 коробки, сюда 2 коробки, сюда 1. Потом оставшиеся, например, будем снова распределять. Но это один вариант решения. Давайте посмотрим. Итак, раздел объявления переменных var и объявляем наши переменные. Нам понадобится переменная n. Для хранения, собственно говоря, количества контейнеров нам понадобится счетчик цикла g. Нам понадобится вспомогательная переменная pos. Это будет тоже индекс в массиве. Нам понадобится переменная m для хранения количества коробок. И это тоже у нас будет индекс для массива. И переменная, ну это сокращение. Введем answer, answer, ответ. И это все тип интеджер. У нас тут целые числа, поэтому, в принципе, нам достаточно типа интеджер. Далее, у нас объявляемый массив. Массив объявляем от 1 до 100 тысяч. Почему от 1 до 100 тысяч? Потому что у нас по условию задачи сказано, что в распоряжении компании имеется n контейнеров. И n это может быть любое число в диапазоне от 1 до 10 в пятой степени. 10 в пятой степени это единица и 5 нулей. Соответственно, от 1 до 100 тысяч. Понятно, что при вот этих вот исходных данных у нас контейнеров всего 5. Но мы же решаем задачу для всех возможных случаев. Поэтому приходится нам резервировать вот такой вот массив. Поэтому, естественно, это решение будет, ну как минимум, неэффективно по используемой памяти. Почему? Потому что мы объявляем массив сразу под 100 тысяч элементов, но при этом каждый раз, когда пользователь будет вводить те или иные данные, естественно, не весь этот массив будет заполняться. Хотя в памяти будет выделено под него сразу место под 100 тысяч элементов. Ну и я уже рассказывал, что в принципе тип интеджер, да, он позволяет нам хранить и отрицательные числа натуральные целые, и ноль, и положительные числа, да. Он, собственно говоря, занимает в памяти 4 байта. Поэтому вот для хранения вот такого массива, строго говоря, в памяти будет отведено 4 умноженное на вот 100 тысяч, да. То есть у нас получится 400 тысяч байтов, да. И далеко не все из них будут использованы. Дальше. Мы пишем begin-end, начало программы, и пишем оператор rea.dv. Нам необходимо считать с клавиатуры те числа, которые будет вводить пользователь, да. Это количество контейнеров n, и это количество коробок m, новых коробок, которые необходимо разместить. Потом нам необходимо заполнить наш массив. Мы пишем от 1 до n, до, выполнять, rea.dv.a.it. То есть n для наших тестовых данных будет равно 5, 5 контейнеров. И мы следующие 5 чисел, вот эти вот, 1, 2, 3, 4, 5, мы должны будем ввести, ну, сохранить в нашем массиве. То есть таким образом мы заполняем, заполняем наши, заполняем наши контейнеры. Заполняем наши контейнеры. Исходными числами, которые вот были введены. 1, 2, 3, 4, 5. Это мы здесь сделали. Дальше. Нам необходимо организовать цикл по количеству коробок для того, чтобы их распределять. Ну, этот цикл у нас будет от 1 до m. m, я напоминаю, это у нас будет из тех исходных данных, которые нам сейчас даны. Мы на них пока тренируемся. Если на них все получится, тогда мы будем, ну, можем проверять и другие. Естественно, от 1 до m. До, begin. И здесь мы делаем следующее. Переменная pos. Это вспомогательная переменная, которая будет у нас использоваться для того, чтобы мы могли двигаться по нашему массиву. Далее. Нам понадобится еще один цикл. Это будет цикл по g. Мы его будем начинать с двойки до n. И в нем мы будем делать следующее. То есть, начиная с первой позиции, мы будем проверять. Если она больше, чем ажито, то тогда мы делаем следующее. Позиция. Дветочие равно g. Сейчас я поясню, для чего этот код и что мы в итоге здесь делаем. То есть, по сути дела, вот в этом кусочке кода мы будем искать, строго говоря, минимальный элемент в нашем массиве. Ну, так как мы объявили массив, и вот это то, что я рисовал, да, это есть из 100 тысяч элементов первые 5 элементов заполнены. То есть, по-другому это выглядело бы стандартно, как мы привыкли с вами, да, смотреть на массив. Этот элемент, он имеет индекс 1. Вот этот элемент имеет индекс 2. Вот этот элемент имеет индекс 3. Этот элемент имеет индекс 4. Этот элемент имеет индекс 5. это индексы нашего массива ну и на самом деле массив там дальше продолжается до 100 тысяч элементов до 10 в пятой степени но мы заполняем только исходя из наших исходных данных только первые пять элементов и сюда нам попала единичка сюда попала двоечка сюда попала троечка сюда попала четверочка и сюда попала пятерочка в этих данных они сделали так что фактически элемент который хранится целочисленном массиве он совпадает с индексом этого массива но это не должно смущать потому что при других исходных данных это может быть совершенно не так и в первом контейнере например может храниться там любое число там 20 там 100 300 и так далее вот но пока при исходных данных вот таким вот образом поэтому вот этот кусок кода он у нас делает следующее смотрите мы обозначили цикл у нас пока кусочек ну давайте в принципе я здесь еще сразу 6 напишу вот опус на это мы закончим вот этот вот цикл наш то есть здесь происходит следующее мы фактически вот вот в этом вот на кусочке кода потому что только вот этот оператор у нас относится к циклу так как здесь есть begin-a нет, только он будет выполняться в цикле. Этот уже оператор будет подчинен вот этому циклу, по большому счету. Поэтому мы проверяем. Поставили позицию 1, то есть у нас получается A1. Мы первый элемент сравниваем, ну, вначале со вторым элементом. И у нас идет сравнение. Если первый элемент массива у нас больше, чем второй элемент массива, то тогда мы в поз ставим G. То есть, если у нас вот этот элемент, а здесь у нас находится 1, он больше, чем 2, если 1 больше, чем второй элемент массива, то тогда в позицию мы ставим G. Мы поз присваиваем G. если он больше. То есть, мы ищем вот здесь вот минимальный элемент массива, по сути дела. Минимальный элемент массива. Естественно, у нас, как мы видим из исходных данных, первый элемент, вот эта единичка, она не больше, чем двойка. Поэтому, в принципе, этот оператор выполняться не будет. У нас в поз так и останется пока единица. Потом мы берем, смотрите, АПОС 2, АПОС плюс 1. Но этот оператор у нас выполнится только тогда, когда мы пробежим весь вот этот цикл. А цикл будет от 2 до n, но в данном случае от 2 до 5. То есть, первый раз мы проверим первый элемент массива, сравним его со вторым. Потом G у нас поменяется, оно станет равным 3. И мы сравним первый элемент массива, то есть, вот эту единичку сравним с вот этой вот троечкой. Единица тоже не больше тройки, поэтому здесь ничего не поменяется. Потом мы эту единицу сравним с четверкой, она тоже не больше четырех, так и останется единица. И сравним ее с пятеркой, тоже ничего не поменяется, и единица так и останется. То есть, по большому счету, вот в этом фрагменте кода мы ищем минимальный элемент в массиве. Ищем минимальный элемент в массиве. Вот. После того, как мы нашли минимальный элемент в массиве, мы должны этому минимальному элементу прибавить единицу. То есть, из вот этих наших 20 коробок, мы нашли, что из пяти контейнеров, у нас меньше всего коробок находятся здесь. Тогда мы берем отсюда одну коробку и перемещаем ее сюда. То есть, взяли отсюда коробку, вот одну, поместили ее сюда, здесь получается 1 плюс 1. Здесь уже будет две коробки. Но если перейти к массивам, то здесь этот элемент станет равной двоечке. То есть, была единичка, станет равной двоечке. Вот. Таким вот образом. Ну и здесь уже, соответственно, останется не 20, а здесь станет 19 после этой операции. Это то, что здесь сделано. Но обратите внимание, что внешний цикл i, он от 1 до m. Поэтому это при i равной 1, вот это все выполнится. Потом мы снова позицию устанавливаем на первый элемент массива, но i уже будет равным двум. То есть, мы уже начнем смотреть в массиве следующую коробку. Но у нас коробок всего 20. Ну, m у нас, да, в данном случае 20. То есть, мы поработали с первой коробкой. То есть, мы нашли контейнер, куда распределить самую первую коробку из 20. В данном случае, мы нашли, что ее нужно распределить сюда, потому что в этом контейнере, контейнере находятся меньше всего коробок. Дальше у нас коробок остается 19. И, естественно, нам необходимо еще 19 коробок распределить. Ну и данное, в данном случае, этот код будет снова повторяться. Мы снова устанавливаем индекс на первый элемент массива. Снова ищем минимальный элемент массива. Теперь у нас получается так, что первый элемент равен двоечке. Мы двоечку сравниваем с двоечкой, с троечкой, с четверочкой, с пятерочкой. Естественно, нигде она не больше. Поэтому это условие тоже нигде не будет выполнено. И мы снова распределим коробку в первый контейнер. То есть, вот отсюда еще одна коробка пойдет, еще одна единица. И здесь станет уже у нас три единицы. Вот это вот число у нас в итоге... Давайте сейчас сделаем так. Вот здесь у нас в итоге станет три коробки. А здесь у нас уже останется коробок 18. Дальше у нас и станет равное тройке. То есть, так как мы две коробки уже распределили. Снова переходим на первый элемент массива. Снова ищем минимальный элемент. На этот раз уже, смотрите, опять мы устанавливаем на первый элемент нашего массива. Говорим, если первый элемент больше, ну, мы начинаем сравнивать с каждым следующим, больше второго, а он больше второго, то позиция равна ж. То позиция будет равна вот этому, индексу 2. И мы тогда в пост у нас получилось хранится двойка. Дальше идет сравнение второго элемента. Теперь уже вот этого с тройкой, с четверкой, с пятеркой. Он не будет больше, поэтому позиция у нас так и сохранится с индексом 2. И мы уже второму элементу будем прибавлять единицу. То есть, следующая коробка у нас пойдет сюда. вот отсюда пойдет коробочка вот сюда. И здесь у нас уже останется 17 коробок. Вот. Ну, а здесь у нас станет цифра 3. В нашем массиве. Цифра 3. И так далее. Следующая итерация вот этого нашего цикла. Нам нужно распределить четвертую коробку. Мы снова ищем минимальный элемент. Минимальный элемент в данном случае будет вот эта тройка. Поэтому мы опять сюда будем добавлять единицу. Сюда мы поместим еще одну коробку. Здесь станет коробка 4. Вот здесь вот у нас станет значение 4. Здесь у нас станет значение 16. Дальше. Следующая итерация у нас и изменится, станет равным 5. Мы следующую коробку найдем минимальный элемент. Минимальный элемент будет вот этот. То есть, это вот этот контейнер. Сюда добавится еще единичка. Здесь уже у нас останется 15 коробок. И вот здесь у нас станет четверка. Таким образом, после того, как мы это сделаем, мы все вот эти коробки разбросаем по этим 5 контейнерам. Добавляя вот так вот по одному туда, где у нас есть минимальный элемент. И когда пробежим все 20 итерации, да, у нас там было 1, 2, 3, 4, 5, то у нас будет добавлено здесь станет 5 коробок, 5, 5, 5, 5. Это будет 15. Потом еще по одной коробке сюда будет добавляться, да. И в итоге, ну, у нас будет распределяться каким образом? То есть, когда мы все это пробежим, да, вот у нас здесь была изначально одна коробка. Мы сюда добавим еще 4 коробки и здесь станет 5 коробок. Здесь было 2, 2 коробки, мы добавим еще 3. Здесь тоже станет 5 в итоге. Сюда мы добавим 2 коробки, здесь тоже станет 5. Сюда добавим одну коробку, здесь станет 5. Вот здесь пока было 5. Это мы распределили 1 и 2. У нас получилось 3, 3, 3, 6 и 4, 10. И еще, да, 4, 3, 7. 7 и 2, 9 и 10, да. И еще 10 коробок нам останется распределять. Они сейчас везде по 5 коробок, поэтому сначала будет распределяться сюда одна, еще плюс одна. Здесь станет 6 и здесь станет 6, здесь станет 6, потом и здесь станет 6. Вот. А потом, собственно говоря, здесь станет 6 и еще нам нужно будет распределить оставшиеся 5. То есть, еще плюс 1, еще плюс 1, еще плюс 1, еще плюс 1. вот это то что будет делаться у нас в этом цикле теперь далее нам необходимо посчитать что же у нас будет в ответе но в начале мы вот эта переменная которая у нас будет для ответа мы присваиваем ей 0 и потом делаем вот такой цикл и двоеточие равен от 1 до n до answer равно max анс а это и выводим ответ на экран смотрите что здесь сделано после того как мы распределим вот эти все 20 коробок по этих контейнер по этим контейнером нам необходимо будет выбрать ну а по сути дела мы разместим числа вот в этом вот массиве и 5 элементов то есть как мы с вами посчитали да этот массив у нас трансформируется массив вот такой то есть и один да мы добавим если 6 коробок единицы у нас станет равным 7 и останется у нас еще 14 добавить к двум коробкам мы добавим ну допустим если мы 5 еще там добавляем да будет 7 итого мы распределили получается 6 коробок плюс 5 коробок у нас остается еще 9 к 3 мы добавили 4 элемента тут станет 7 плюс 4 элемента к 4 мы добавили 3 элемента тут станет 7 11 плюс 4 да у нас получается 15 плюс 3 18 и пятерки добавили еще 2 элемента тут стало 7 и вот так вот еще два элемента так 11 и 4 15 и 3 18 и 2 20 то есть при этих числах вот у нас получилось такое распределение в итоге в массиве будет везде семь коробок но подчеркиваю это для этих данных данные мы потом посмотрим они могут быть другие но сам принцип он именно вот такой то есть раскладывать находить минимальный элемент в массиве добавлять по одной туда коробку то есть добавили в минимальный элемент потом на очередном шаге у нас коробка на 1 уменьшилась мы снова ищем минимальный элемент снова добавляем одну коробку и так пока не распределим все вот эти 20 элементов в итоге у нас после распределения здесь будут содержаться какие-то числа в нашем массиве и нам нужно будет выбрать максимальное число вот это максимальное число которое это сейчас по этих данных получилось что везде будут семерки да потому что ну еще раз там изначально была единица единицы мы прибавили 5 коробок станет 6 до верни 6 коробок да мы прибавили единицы и стала там а даже немножко ошибся да если мы прибавили единицы ну да все правильно 6 коробок 6 распределили осталось распределить 14 5 плюс 4 9 и плюс 5 14 да все правильно но здесь 7 элементов вот если это значение будет другим то естественно цифры тут можем могут быть другие не обязательно везде тут будет семерки поэтому нам необходимо будет выбрать какой элемент максимальный то есть где наибольшее количество коробок в итоге получилось это и будет нашим ответом в соответствии с условием задач потому что они нас просят еще раз так 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 определяющие наименьшее возможное наименьшее возможно не наибольшее а наименьшее возможно наиболее заполненном контейнере то есть немножко запутано условия но это специально до составителя как написали потому что как мы с вами в самом начале говорили мы могли бы взять там 10 коробок поместить сюда и там радоваться оставшиеся здесь себе здесь раскидали на и соответственно ответ был не такой вот и потом отсюда мы должны найти максимальное число каким образом мы находим максимум вот здесь в паскале без и . нет есть такая функция функция макс она принимает на вход два аргумента то есть 22 числа да это первый аргумент это второй аргумент входной для функции в данном случае и выбирает из них максимально смотрите что мы делаем мы переменной ans которая была вначале мы инициализируем ее присваиваем ей 0 мы присваиваем ей максимально из двух значений понятно что в начале на первой итерации вот этого цикла она будет 0 и здесь будет первый элемент нашего массива она естественно нам вернет этот этот элемент она и вернет и он сохранится в переменную ans потом мы берем перебираем берем следующий элемент нашего массива но пока понятно при этих данных все семерки и максимально естественно кругу только семерка но если бы здесь были какие-то другие данные при другом количестве коробок то они бы не вот так распределиться распределись по другому и нам нужно было бы выбрать максимальный элемент и вот на каждой следующей итерации она получается у нас выбирает максимальный элемент из предыдущего элемента массива и следующего то есть из двух берет максимальный то есть она по сути дела работает вот таким вот образом ну в начале до 1 у нас там был 0 и 0 мы сравнивали вот с этим элементом она естественно возвращала вот этот элемент а потом мы берем вот этот элемент сравниваем его с этим она из них возвращает максимальный тот который она выбрала максимальный мы потом уже берем из этих двух которые она выбрала максимально доведите на 2 итерации цикла мы берем выбранные максимальные сравниваем со вторым элементом она снова выбирает максимальный потом тот который нам выбрала максимально уже из этих двух он сравнивается с третьим элементом снова она возвращает максимальный Потом сравнивается с четвертым элементом, потом с пятым элементом. То есть, по сути дела, здесь мы ищем максимальный элемент в массиве. Максимальный элемент в массиве. Вот, собственно говоря, получается вот такое решение. Подчеркиваю, давайте сейчас запустим, проверим, как оно работает. Но оно неэффективно, во-первых, по используемой памяти. Это раз. Потому что мы сразу объявляем в памяти под 100 тысяч элементов. И здесь еще сложность алгоритма, так называемая. Давайте напишем. Это будет O от N умноженное на M. Почему? Потому что у нас вот этот вот цикл, да, вот M. Внутри него вот этот цикл, ну, на самом деле M на M. M умноженное на M служит. Вот этот цикл, вот этот оператор, который выполняется вот в этом цикле, он будет зависеть от того, какая длина вот этого цикла. То есть, если мы N увеличиваем, то M умножить на N, ну, строго говоря, при больших числах увеличивается и этот цикл. Потому что он будет зависеть непосредственно от вот этого. У нас было 20 коробок. То есть, при каждой I этот цикл выполнялся 5 раз. Если мы эту I увеличили, например, у нас не 20 коробок, а там, например, 40 коробок, то уже этот цикл будет выполняться 5 раз, но для I равная от 1 до M. То есть, M на N сложность, это не очень хорошо. Это практически при больших значениях M и N будет стремиться у нас к, вообще, строго говоря, к N квадрату. Да, то есть, в пределе будет стремиться к O N квадрату. Строго говоря. Так что, ни по памяти, ни по вычислительной сложности это не самое хорошее решение. Но, тем не менее, давайте его запустим и посмотрим, правильно вообще ли оно у нас работает. Запускаем. Так, напоминаю, по условиям задачи у нас даны 2 числа. То есть, 5 контейнеров, 20 коробок. Дальше мы должны заполнять количество коробок, которые уже находятся в наших контейнерах. Мы заполняем 1, 2, 3, 4 и 5. И обратите внимание, оно нам выдает все правильно. Одно число, число 7. То есть, мы можем с вами посмотреть по условию задачи, пример выходных данных, пример входных, точнее, пример выходных 7. То есть, программу мы, задачу, точнее, мы решили правильно, программа работает корректно. Вот. Ну, если мы, например, там изменим количество коробок, даже давайте сделаем так. Сейчас, пока мы уменьшим количество элементов в массиве, сделаем до 100. Потому что хочу вам показать, каким образом это будет все работать при, значит, пошаговом выполнении нашей программы. Значит, мы нажимаем F8. Еще раз F8. По шагам будем выполнять нашу программу. Так. Вот пользователь его значения. Дальше. Мы вводим последовательное значение 1. Мы вводим значение 2. Вводим значение 3, 4 и 5. Это все записалось в наш массив. И вот в локальных переменных, а здесь можно посмотреть, у нас сейчас n равно 5, m равно 20, пока в позиции 0. И, естественно, потому что мы здесь цикл изменялся от 1 до 5, мы еще не перешли на следующую итерацию. Это вот здесь он показывает, что сейчас только этот оператор будет выполняться. Как только он выполнится, естественно, и установится в единицу. Вот. И вот этот наш массив, если мы возьмем, да, я специально пока сделал 100 элементов, чтобы показать даже здесь, что неэффективно, по количеству памяти, не говоря уже про 100 тысяч элементов. То есть, видите, у нас, допустим, за 100 элементов, они все заполнены нулями, и мы работаем только с первыми, пятью элементами. То есть, мы заполняем, да, элемент 1, первый контейнер у нас получает значение 1, элемент 2, второй контейнер у нас получает значение 2, элемент 3, третий контейнер у нас получает значение 3, элемент 4, четвертый контейнер значение 4, элемент 5, значение 5. И только с ними мы, собственно говоря, будем работать. дальше пошаговое выполнение у нас сейчас будет выполняться позиция вот этот индекс поз который мы используем для индексации для перемещения по массиву установим единицу жи да у нас становится равным двойке мы тоже это увидели и то о чем мы говорили мы ищем минимальный элемент в массиве то есть мы первый элемент сравниваем со вторым естественно первый элемент не больше 2 по этим вы видите переменное пост никак не поменялась и собственно говоря при와 1 вот видите по жиму и пробегаем жизнь меняется цикл и ничего переменная пусс не меняется она так и остаётся там значения 1 потому что у нас первый элемент массива самый минимальный и мы прибавили первому элементу массива к первому элементу массива мы добавили единичку и обратите внимание вот видите здесь стало значение 2 там было единицы после выполнения этого оператора вот это вот добавила значение 1 и стало там стало значение 2 дальше при естественно уже и у нас поменялось равное 2 снова мы еще минимальный элемент массива но снова здесь никаких изменений не будет происходить потому что у нас по-прежнему видите из всех элементов массива у нас первый самый минимальный двоечка поэтому именно к нему сейчас будет прибавлено значение вот здесь после выполненного оператора видите стало значение 3 то есть мы распределили еще одну коробку добавили в первый контейнер таким образом мы две коробки с 20 добавили в первый контейнер дальше снова побежали теперь естественно у нас будет качестве минимального найден вот этот сейчас он выполнится и и но мы уже вот здесь вид ножи меняются вот добавилась сюда потому что мы минимальный нашли дальше выполняем снова начинаем пробегать теперь уже вот к этому элементу будет добавлено единичка вот добавлено сюда снова идем теперь естественно к этому единиц к этому элементу будет добавлено единичка вот ну и так далее я думаю в принципе уже понятно всем это пробегать не будем если только быстро да потому что и у нас в итоге меняется аж до 20 ну и понятно видно как меняется там элементы массива вот уже видите у нас постепенно 777 становятся элементы массива семерками видите у нас все пять элементов при этих исходных далее данных стали семерками как мы с вами здесь и это все рассматривали ну дальше перешли сюда и уже просто понятно нашли минимальный элемент но здесь в смысле нашли максимальный элемент но здесь понятно что максимальный элемент у нас будет равно 7 поэтому в ответ в итоге будет выведена 7 вот такая задачка с не очень хорошая временной сложностью и вычислительной сложности но здесь да я намеренно сделал даже 100 элементов и понятно что тут мы должны объявлять до 100000 так как нам сказано по условию задачи теперь давайте улучшим немножко этот вариант каким образом вообще можно это сделать ну давайте так я нарисую снова контейнеры 1 2 3 4 5 покажем цифры изначальное количество коробок которые в этих контейнерах так естественно по-прежнему нам нужно 20 коробок распределять естественно по-прежнему нам нужно 20 коробок распределять по 5 контейнерам так как же можно сделать по-другому в предыдущем варианте как вы увидели мы находили меня на минимальный элемент по понятно записали все это массе в массив находили минимальные элементы к нему добавляли одну коробку потом снова искали минимальный и снова добавляли одну коробку снова искали один минимальный элемент и снова добавляли одну коробку что можно предложить нового можно изменить выбор контейнера для заполнения например будем распределять каждую из вот этих вот новых коробок в контейнеры последовательно и циклично начиная с первого то есть мы не будем искать минимальный элемент а мы просто будем брать одну коробку сюда одну коробку сюда одну коробку вот сюда но нам необходимо здесь учесть что добавлять коробку вот сюда то есть в самый загруженный контейнер не нужно да если только все контейнеры будут заполнены одинаково только тогда нам можно заполнять а так нам нужно распределять в те контейнеры которые еще не заполнены до максимума то есть ну к примеру вот у нас тут максимум 5 и вот эти контейнеры мы можем спокойно заполнять до 5 только после того как все будут равны 5 тогда нам в принципе мы можем заполнять любой то есть мы допустим по одной коробочке раскидали сюда здесь получилось 5 4 3 2 еще четыре коробки раскидали получается 3 4 5 6 вернее здесь было 5 сюда не распределяли да здесь получилось тоже 5 здесь получилось 4 здесь получилось 3 потом еще выйти распределяем ну иными словами да вот после первого распределения у нас первом контейнере будет 2 в этом 3 в этом 4 станет в этом 5 в этом 5 мы не распределяли потом то есть это мы раскидали 4 коробки да потом уже здесь осталось коробок 16 потом мы еще по одной добавили здесь стало 3 здесь 4 здесь 5 здесь 5 здесь 5 это мы распределили еще три коробки то есть 16 минус 3 там у нас осталось 13 потом мы будем распределять сюда здесь будет 4 здесь будет 5 5 5 5 5 еще одну мы коробочку вернее еще две распределили да там останется 11 мы сюда еще одну докинем 5 5 5 5 5 коробок останется 10 и и вот после этого мы уже тогда можем заполнять ну получилось тут везде цифра одинаковы тогда мы по одной добавляем везде сюда здесь тогда станет 6 6 6 6 6 6 останется 5 коробок и потом у нас станет 7 7 7 7 7 7 то есть поменяли да возможность распределения здесь есть тоже один такой подводный камень так как проход по всем элементам массива для проверки того заполнены ли контейнеры одинаково приведет к дополнительному вложенному циклу а для нас это нежелательно будем осуществлять такую проверку с помощью суммы коробок во всех контейнеров то есть будем считать сумму коробок во всех контейнеров но если мы изначально посчитаем 1 плюс 2 будет 3 3 плюс 3 будет 6 6 плюс 4 10 до 15 до это на начальном этапе потом когда мы добавим эта сумма всех коробок изначально потом когда мы распределим коробки ну вот мы тут распределить 4 штуки да у нас сумма увеличится на 4 то есть там станет 19 потом еще она увеличится еще увеличится и так далее дальше будем делать что если вот эта сумма которая у нас получается будет равна произведению количество контейнеров n до на количество коробок в наиболее загруженном из них то нужно будет добавлять коробку в текущий контейнер на наиболее загруженном на макс давайте посмотрим как это будет выглядеть в коде итак следующий вариант решение этой задачи объявляем переменные n житая также пост но мы уже знаем для чего нужен м и то а ансвер то есть ответ с двоеточие интенджер далее объявляем далее объявляем также пока еще массив пользуемся мы от 1 до 100 тысяч элементов так таков интеджер дальше begin and переменную ансвер также инициализируем далее пока мы повторяем мы читаем м м который пользователь вводит с клавиатуры далее у нас появляется новая переменная с это для хранения суммы так для хранения суммы всех коробок контейнеров мы били эту переменную мы били эту переменную дальше for и двоеточие равен от 1 до n до begin заполняем наш массив здесь пока все стандартно и высчитываем сумму то о чем мы здесь сказали мы вначале посчитаем сумму всех вот этих вот коробок которые хранятся в наших контейнерах но она будет равна 15 при этих данных s плюс a ita то есть просто суммируем элементы нашего массива это у нас если мы это нарисуем в виде массива у нас здесь получится 1 здесь получится 2 здесь получится 3 здесь будет 4 ну и здесь будет 5 то есть сумма 1 плюс так 1 плюс 2 3 3 плюс 3 6 6 плюс 4 10 то есть сумма всех элементов массива у нас равна 15 посчитали сумму вот и после этого мы находим максимальный элемент в нашем массиве так то есть вот здесь мы нашли максимальный элемент мы уже сказали для чего нам понадобился максимальный элемент потому что мы сюда не будем добавлять мы будем добавлять только когда уже некуда добавлять больше то есть иными словами все элементы одинаковые только тогда уже можно добавлять а так в максимальные элементы мы не добавляем иными словами мы добавляем в те контейнеры в которых еще есть место по сравнению с уже заполненным поэтому здесь максимальный элемент поэтому здесь максимальный мы вычислили элемент выполнять напоминаю еще раз да это у нас цикл с предусловием то есть пока вот это условие у нас истинно операторы которые будут находиться внутри то есть в теле цикла будут выполняться здесь мы ставим такое условие если у нас текущий элемент не равен максимальному потому что вот здесь вот в анс у нас хранится максимальный элемент который мы нашли в начале если он не равен максимальному или да то есть у нас выполняется либо эта часть или вот это эта операция или равно n умноженное на answer то тогда вот это мы что считаем сумма у нас равна n то есть количество контейнеров умноженное на максимальный элемент количество контейнеров 5 да максимальный элемент 5 вот мы 5 умножаем на 5 если сумма всех коробок она у нас 15 равна вот этому значению или если а это у нас не равно максимальному дело в том что когда у нас вот допустим вот в этой ситуации да будет везде 5 коробок в каждом контейнере да у нас получается сумма будет 25 и вот это вот произведение будет 5 умноженное на 5 тоже будет 25 и тогда в этом случае мы можем добавлять к любому контейнеру в принципе коробку то есть либо если мы можем добавлять то в случае если текущий элемент нашего массива не равен максимальному мы добавляем к нему или если все элементы равны мы типов это вот это или то или то здесь если хотя бы какой-то элемент не равен максимальному мы только в него и добавляем или если все они уже равны тогда естественно добавляем любой и как происходит добавление элемента здесь все очень просто а это я двоеточие равен двоеточие равен плюс равно 1 вот этот оператор у нас добавили элемент дальше м двоеточие равен м минус 1 это мы делаем для чего мы же распределили уже одну коробку то есть естественно раз мы одну коробку распределили из этих 20 мы самый первый до добавили вот сюда вот это число у нас должно уменьшиться оно должно стать 19 следующую коробку распределить сюда число должно стать 18 количество коробок следующий коробку распределить сюда должно стать 17 коробок сюда распределили коробку и должно стать 16 поэтому мы здесь уменьшаем количество коробок уменьшаем количество коробок и естественно увеличиваем сумму нашу то есть мы одну коробку распределили тут же у нас сумма изначально было там 15 элементов мы посчитали одну коробку добавили в контейнер сумма естественно единицу увеличилось то есть мы уменьшаем на единицу коробку в то же время увеличиваем единицу суммы так уменьшаем но уменьшаем количество коробок понятно на единицу а А здесь пропорционально увеличиваем на единицу количества коробок. И далее нам необходимо снова искать максимальный элемент. Потому что после того, как мы добавляем, естественно у нас же массив меняется. То есть в нем уже будут другие элементы, не 1, 2, 3, 4, 5, да, а будут элементы после первой итерации, да, здесь у нас станет вот так, да, здесь станет 2, здесь естественно в нашем массиве станет 3, здесь станет 4, здесь станет 5, здесь станет 5. Поэтому нам нужно снова будет находить максимальный элемент, потому что к максимальному-то нам нельзя добавлять, да, то есть мы же видите у нас условия, которые мы добавляем. Если следующий элемент массива не равен максимальному, или, да, или если они все одинаковы, условно говоря. Так. Поэтому аито и ансоль. Здесь мы находим максимальный элемент. Это все, естественно, для одной итерации. То есть пока мы добавили, и потом нашли снова максимальный элемент. Ну вот мы подобавляли максимальный элемент, но пока снова пятерка будет найдена, в данном случае вот эта пятерка первая. Так. А потом что? Так как у нас цикл while, это ж не for, нам необходимо предусмотреть, чтобы он когда-то закончился, чтобы у нас не было бесконечного цикла. Здесь мы сказали, пока у нас m больше 0, поэтому, естественно, здесь ясно, у нас m уменьшается все время на единицу, и когда мы все 20 коробок изберем, m станет равным 0, 0 будет не больше 0, цикл остановится, это все понятно. Но здесь возникает один важный нюанс. Видите, мы работаем с индексом i, а где у нас изменяется индекс i? Ну, пока нигде. Поэтому нам надо предусмотреть его изменения, чтобы мы как раз-таки могли ходить по нашему массиву. Потому что вот эти индексы у нашего массива, 1, 2, 3, 4, 5, это есть индексы, это вот это вот i. Ну, и на второй итерации, 4, 5, это, естественно, тоже индексы нашего массива, тоже i. Поэтому мы должны как-то поработать с нашими индексами, и мы берем i mod n плюс 1. То есть вот это вот мы делаем перемещение, перемещение по нашему массиву. И обратите внимание, как оно сделано. Здесь до цикла мы присваивали i значение 1, а потом мы делаем что? i mod n плюс 1. Если мы посмотрим, как отдельно работает этот оператор, но mod, напоминаю, это остаток отделения. Давайте отдельно посмотрим. Так, var и integer. Допустим, n. Ну, n у нас там 5 равен. Вот и у нас было равное единице. То есть мы, один остаток отделения на 5, это у нас, естественно, будет единица. Плюс добавим единичку, у нас будет двойка. Вот если запустить, да, мы видим, что это двойка. Потом у нас и должно поменяться. Оно здесь у нас и поменяется. Оно будет равно, оно будет равно двойке. Станет двойке, да, здесь равно. То есть на следующей итерации этого цикла, i уже равное 2, то есть 2 мы снова делим, 2 мы снова делим на 5. 2 мы снова делим на 5. Ну, понятно, будет 2, i плюс 1, получится 3. Потом, естественно, так как i у нас становится 3, мы его делим на 5. Ну, а, вернее, остаток отделения, да, на 5. У нас возвращается 3 плюс 1, будет 4. Потом она у нас становится 4. Добавляем индекс, она становится 5. И потом она у нас 5. И снова начинаем сначала. Таким образом, получается, что мы, вот этот массив, двигаемся последовательно. Первый элемент, второй элемент, третий, четвертый, пятый. То есть, вот внутри вот этого цикла мы будем проходить наш массив несколько раз. Так как он у нас из 5 элементов состоит. И вот, ну, сколько там, 20 поделить на 5, да, 4 раза мы будем пробегать наш вот этот массив, как минимум весь. В поисках, естественно, снова элементов, которым можно добавлять по одной коробке. И только потом, если все они одинаковые, мы добавляем к первому максимальному. То есть, находим, здесь мы ищем максимальный элемент. Ищем максимальный элемент. Вот, мы практически все сделали, поэтому можно здесь ставить end. То есть, закрывать наш вот этот вот цикл. Он закончится еще раз, когда ему нас обнулится. И потом остается нам только вывести на экран значение переменной answer. То есть, в answer у нас и будет храниться в итоге максимальный элемент, точно так же, который после всех операций нам будет возвращен. Давайте запустим, посмотрим, как она работает. Она должна работать правильно. Так, 5 и 20. Дальше вводим элементы. 1, 2, 3, 4 и 5. Обратите внимание, 7 выдало все правильно. Но, этот вариант у нас отличается немножко, да? От того, что мы сделали в прошлый раз. То есть, мы, получается, и там искали каждый раз минимальный элемент и к нему добавляли коробку. А здесь мы сначала добавляем во все контейнеры последовательно по одному элементу, кроме максимального. Но, потом, если все элементы, например, равны максимальному, тогда мы уже опять последовательно начинаем добавлять во все элементы. Значит, остается, что он так же неэффективно по используемой памяти. Вот. И, в принципе, так же сложности алгоритма M на M. Потому что, по сути дела, вот мы двигаемся по массиву, вот здесь вот, да? Перемещаемся по массиву. Оно будет зависеть от размерности M. То есть, если M увеличить, мы снова будем по M двигаться столько раз, сколько в итоге будет там M. Поэтому, ну, тоже O от M умножить на N. Это сложность алгоритма. Есть более элегантное решение. Давайте его тоже рассмотрим. И, на мой взгляд, оно самое интересное. Значит, давайте сделаем следующее. Во-первых, нам необходимо определить некоторое значение. Давайте назовем его Amax. Это будет количество коробок в самом заполненном контейнере до распределения новых грузов. Количество коробок в самом заполненном контейнере до распределения новых грузов. Дальше, то есть если мы вернемся к нашему рисунку, то вот он изначальный, вот это вот у нас будет a max. Дальше, доведем количество коробок во всех контейнерах до a max. То есть это у нас будет следующий шаг. Иными словами, вот сюда мы должны будем прибавить 4 коробки. Сюда мы должны будем прибавить 3 коробки. Сюда мы должны будем прибавить 2 коробки. И сюда мы должны будем прибавить 1 коробку, чтобы все элементы довести до a max. Ну и здесь мы получим распределение 4 плюс 3, 7 плюс 2, 9 и плюс 1, 10. Останется у нас в итоге распределить 10 коробок. Дальше. Для того, чтобы это сделать, мы можем посчитать, что в контейнеры нужно будет добавлять количество коробок, которое равное вот это вот a max, a max, да, минус a i, где, собственно говоря, и у нас будет изменяться от 1 до 2, ну и, строго говоря, до n. Тогда мы можем вычислить общее количество добавляемых коробок по следующей формуле. У нас получится a max минус a 1 плюс a max минус a 2 плюс a max минус a n. И в итоге мы получим вот такую формулу, а максимум, умноженное на n минус s. Где вот это вот s? Где s? Это, естественно, сумма всех коробок. Сумма всех коробок. То есть, чтобы довести вот здесь вот в каждый контейнер, да, до значения a max, мы по большому счету должны будем сделать что? a max, то есть 5 умножить на n, ну в данном случае у нас 5, всего ящиков 25, контейнеров в смысле, а максимальное будет 5, а max умножить на 5, 5 умножить на 5 будет 25 минус s. Ну, а количество всех коробок, изначально которых было 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, у нас получится 15. 3, 3, 6, 4, 10, 15. То есть, здесь у нас получится a max 5 на 5, 25 минус 15 и останется 10. Останется 10. То есть, здесь мы коробок распределим, останется еще 10. Тогда, как нам посчитать оставшееся количество коробок? Мы можем это посчитать вот таким вот образом, да, по такой вот формуле. k равно из m, то есть m это изначальное количество коробок было 20, минус, собственно говоря, вот эту формулу, потому что мы уже распределили 10 коробок, посчитали, что мы распределили 10, то есть, мы узнали, сколько у нас еще осталось нераспределенных. Вот, это количество нераспределенных коробок. Количество нераспределенных. Количество нераспределенных коробок. И, в принципе, все было бы хорошо. Нам останется, уже у нас везде будет по a max, и нам останется просто снова распределить равномерно там между всеми и все. Но, здесь есть такой момент. Если, например, количество коробок, которое в результате вот этих вот действий останется, требуемых для равномерного заполнения контейнеров, будет больше, чем вот это вот значение, то есть, вот это, то, что мы посчитаем, оно окажется больше, чем вот это значение, то мы получим отрицательное значение. А это для нас не подходит. Поэтому мы модернизируем эту формулу следующим образом. У нас будет l равна max 0 от вот этой вот формулы. Ну, здесь можно без скоба. Так, m минус a max умножить на n и плюс s. Плюс s. То есть, мы, получается, значение a max, да, умножаем на n, то есть, a max у нас 5 умножить на 5 будет 25, плюс прибавляем s, это 25 плюс 15, да, будет у нас, собственно говоря, 40, да. И из вот этой m мы потом будем отнимать, ну, изначально там было 20, да, отнимать значение. Так, а, здесь вот все-таки, ну, как у нас будет, минусы с ними, плюсы, минусы, да. То есть, 5 на 5, 25, 25 минус 15 будет 10, с 20 минус 10 останется 10. Вот таким вот образом. И дальше у нас возможны два случая. То есть, если у нас оставшееся количество коробок будет кратно количеству контейнеров, тогда мы просто оставшиеся коробки можем распределять равномерно. равномерно. И мы будем это распределять просто по формуле вот такой вот, a max, да, a max плюс l деленное на m. Но, если, например, у нас оставшееся количество коробок, ну, сейчас оно у нас будет кратно, то есть, останется 10 после распределения, но если оно не будет кратно, то тогда нам необходимо распределить целую часть и остаток отделения уже разбросать по остальным контейнерам. То есть, во втором случае у нас будет вот так, a max плюс l деленное на n плюс 1. Еще раз давайте посмотрим, о чем идет все-таки речь. Еще раз нарисуем, да, вот у нас есть 5 контейнеров. Так, вот из них было количество коробок. В них изначально 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Сумма этих коробок S равна 15. 20 нам нужно распределить. Это у нас a max. Мы нашли оно 5 равно. И нам необходимо сюда докинуть в каждую этих до a max. То есть, вот как мы здесь написали, то есть a max умноженное на n минус S. В каждое сюда добавить столько до 5. То есть, сюда мы добавим в итоге 4 коробки. Вот сюда мы добавим 3 коробки. Сюда мы добавим 2 коробки. Сюда мы добавим 1 коробку. Таким образом у нас будет 4 плюс 3, 7. Плюс 2, 9. И плюс 1, 10. И у нас останется после этого распределения 10 коробок. И везде вот тут вот будет по 5. Здесь будет 5 коробок. Здесь будет 5 коробок. Здесь будет 5 коробок. Здесь будет 5 коробок. Потом мы должны будем сделать что? То есть, высчитать количество нераспределенных коробок. коробок из m минус a max умножить на n минус S. То есть, мы посчитали. Мы распределили a max 5 умножить на n на 5 25. 25 минус S у нас получается 10. Из 20 минус 10 остается 10. Вот, собственно говоря, это 10 осталось. И дальше мы по вот этой формуле выбираем максимальное значение. 0, 10. Будет выбрано 10. И мы эти 10 коробок... Ну, вот это почему еще здесь именно так использовано? Потому что вот эта вот функция max, если мы ее напишем, да, она у нас в принципе будет возвращать вот значение, ну, максимальное. И в принципе оно у нас будет положительное, но не будет у нас отрицательное. Так. То есть, мы вернем. Вот, потом у нас получится как? У нас останется еще 10 коробок. Во всех контейнерах у нас одинаковое количество. Мы берем вот это вот l число 10 делим на n. Вот это 10 деленное на 5. 10, ну, это будет целочисленное деление. div 5. И у нас получится 2. То есть, мы должны еще плюс по 2 коробки подобавлять в каждый контейнер. И сюда в том числе. Вот. Все, тогда мы распределили. Но, если бы здесь число получалось больше, например, коробок бы у нас было не 20, а, к примеру, 22. Мы бы делали все точно так же, но мы бы потом не после распределения 10 коробок, у нас бы оставалось здесь не 10, а у нас оставалось бы здесь 12. И мы бы уже 12 делили бы на 5. Естественно, мы бы получали в целом 2. 2 бы эти по 2 коробки в каждой этот раскидывали. Но нам нужно было бы еще остаток отделения выяснить. То есть, остаток отделения здесь будет равен 2. То есть, 12 мод, 5. Остаток отделения будет равен 2. Ну, 2 на 5 здесь, здесь 2. И тогда оставшиеся 2 коробки, так как во всех контейнерах у нас будет уже одинаковое количество, мы можем разложить в любые, в принципе, контейнеры. И разницы нет. Ну, не сразу только 2 положи, да. Если вот осталось у нас эти 2 коробки при 22, ну, нам разницы нет. В первый там или во второй контейнер мы по единичке добавили. То есть, по сути дела, у нас, когда все здесь значения будут одинаковые, нам достаточно будет сюда добавить для правильного ответа плюс единичку. чтобы найти, опять же, максимальный контейнер, да, максимальный элемент массива. Давайте посмотрим в итоге на исходный код, да, как это у нас все будет, собственно говоря, выглядеть. Так, здесь все-таки у нас все правильно, плюс единичка. Так, давайте посчитаем. Значит, первое, да, var. Так, a, максимум, запятая, n, m, it. Дальше, answer, это у нас для ответа, s, i, a. Ниточки, ниточки. Так, begin, end, давайте запишем. А максимум двоеточие равно нулю, area delen. Считываем числа, которые пользователь ввел с клавиатуры, обнуляем переменную s, которая у нас будет использоваться для суммы. Также заполняем элементы, и от 1 до n, до begin. Обратите внимание, что здесь уже мы массивы никакие не используем, и мы напрямую работаем с теми числами, которые вводит пользователь. То есть, пользователь вводит число a. Там 1, 2, 3, 4, 5, у нас всего 5 чисел. Он вводит число 1. Мы сразу добавляем его к сумме, потому что нам необходимо посчитать общее количество всех коробок. До размещения новых, до размещения новых, которых у нас 20. Потом, естественно, мы должны посчитать максимальный элемент. Но мы уже знаем, как его считать. У нас получается максимум. Здесь мы выбираем a.max. Определяем максимальный элемент. Так, определяем максимальный элемент. После того, как мы это сделали, мы можем этот цикл завершить. End. И дальше мы записываем нашу формулу. То есть, n в этой точке равен max. Здесь вот так 0. m минус a.max. Да, умножить на n. И плюс s. Ну вот у нас, да. Да, просто максимально из чисел она возвращает. Вот, собственно говоря, определение этой функции. Просто функция max, она максимальная. Есть также функция минимум. Она может минимальное значение у нас возвращать. Из нуля и того числа, которое получается у нас в итоге вот здесь. Отнимая zm из общего количества коробок. А max, который мы нашли. Это будет максимальный, да, еще раз. Это будет элемент из всех тех, которые мы будем вводить. Умноженное на n, где n число наших контейнеров. Прибавляя к нему сумму всех коробок. Так, далее мы делаем следующее. answer a.max. Двоеточие равно плюс. Мы вычисляем следующее. m div n. Так, m div n. То, о чем я говорил, вот здесь рисовал. То есть мы распределяем оставшиеся. Если они нацело делятся, то мы просто равномерно по всем пяти контейнерам оставшиеся 10 раскидываем. Вот. То есть answer a.max плюс m div n. То есть m оставшиеся количества делим. У нас остается 2. И мы просто к этому answer добавляем значение 2 при этих исходных данных. В противном случае мы должны проверить, если m mod n у нас больше нуля, то тогда нам необходимо вот к нашему ответу добавить еще единичку. Так, добавили еще единичку. И вывели все это на экран. Так, вот такое у нас получилось решение. Теперь давайте мы его запустим. Угу, мы его запустим, запустим. Так, вот так мы его запустим. Вводим числа 5 и 20. Дальше 1, 2, 3, 4, 5. Вот оно нам правильно считает. Возвращает 7. Если, как я говорил, допустим, мы немножко числа поменяем. И, например, пускай у нас будет контейнеров 5, но коробки будет 22. Вот в данном случае он должен нам вернуть значение 8. 1, 2, 3, 4, 5. О, значение 8. Вот, и все работает правильно. Ну и, например, вот случай, когда у нас, например, здесь, скажем, коробок было... Давайте с вами посмотрим. Если коробок здесь сначала было 15, ну возьмем так, чтобы их было, например, 30 коробок. Он нам вернул значение 9. То есть мы считали следующее, да? Если бы, например, их было 30, мы нашли максимально, распределили 10 коробок. 4 сюда, 3 сюда, 2 сюда, 1 сюда. 4 плюс 3, 7. Плюс 2, 9. Плюс 1, 10. У нас осталось 20 коробок. Мы вот эти 20 коробок делим на 5. У нас получается будет 4. И мы по 4 коробки сюда добавляем. 5 плюс 4 будет 9. Везде у нас получится по 9 коробок. И я это просто для чего... Да, напомнить, почему вот в итоге, да, формулу там вот такую взяли, а не минус там поставили. Потому что иначе бы мы умножали амакс 5 на n, да? 5 на 5, 25. Плюс бы прибавляли, там получалось бы 30. 25 плюс 30, да? Ой. Коробок 30 изначально. 5 умножить на 5. 25. Тут будет 40. А 30 минус 40, ну, оставалось бы у нас отрицательный результат, да? Если амакс 5 на 5 контейнеров, 25, сумма плюс 15, 40. У этих изначально на 30. 35 минус 40, ну, здесь, чтобы она вот правильно считала. Можно посмотреть, да, получилось вот такое решение. И оно эффективно и по используемой памяти, и по вычислительной сложности. Смотрите, во-первых, мы избавились от массива. Видите, у нас массива нет. Во-вторых, у нас вычислительная сложность здесь просто o от n. То есть получилось, да? Вычислительная сложность получилась o от n, потому что у нас всего лишь один. Здесь оператор цикла, и в принципе, все. И нет массива, поэтому максимально эффективное решение. Ну, вот этот оператор, это, по сути дела, оператор инкремента, да? Увеличивает значение переменной answer на единицу. То есть, это то же самое, что мы бы написали, например, answer плюс 1. Или, например, можно было бы еще написать, воспользоваться операцией инкремента. Тоже встроенная в Pascal процедура. Увеличивает значение переменной на единицу. Значит, на этом мы сегодняшнее занятие заканчиваем. Мы посмотрели с вами достаточно интересную задачу. Рассмотрели разные варианты ее решения. Привели, как от нас требовали, лучшее решение. С точки зрения эффективности используемой памяти. То есть, минимизации выделяемой памяти в процессе выполнения программы. И с минимальной вычислительной сложностью. Спасибо за внимание. Учите язык программирования Pascal. Решайте задачки. И удачи всем вам.